Три женщины Получились полосочки, полосочка синяя, полосочки нет совсем Я стала возмущаться Они говорят, женщина, не волнуйтесь Денег платить не надо, это подарок фирмы Оля, я здесь не держусь, пока не отрастет волос Давай, пока Алло, Евгения Петровна, вы, да? Евгения Петровна, вы, я приехала в Москву И вместо вас зашла в салон Сейчас салон открылся, потрясающе, потрясающе Евгения говорит, вам надо быстро сюда, быстро Здесь открылся кабинет, работает по монгольской технологии Таз, в смысле бедра, бедра, в смысле таз, короче За 300 долларов они доводят ваш таз до размера сковородки А, сейчас узнаю Девушка, скажите, а вы столько с тазиками работаете? А то у моей подруги большой размер Стоя 56, сидя 83 Ага, хорошо Алло, Евгения Петровна, сидите дома А я говорю, сидите Они сказали, что из вашей ванны сковородку уже не получится Евгения Петровна, вы должны гардиться такой сантехникой Аплодисменты 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 Коля, это я. Ой, Коль, ты не представляешь, откуда я себе звоню. Салон красоты. Коль, помнишь, ты меня всё время попрекал, что у меня гнутый череп? Особенно с похмелья. Коль, всё в прошлом. Они мне всё-всё выровняли. Теперь на голове ни одного врага. Правда, пришлось доплатить ещё 50 долларов. Так, за чего? За гористность местности. Теперь на голове так всё кругленько. Правда, глазки немножко торчат. Но я уже привыкла, Коля. И ты привыкнешь. Пока я пошла ровнять себе ноги. Пока. Алло, Оля. Да, это я. Ой, ты знаешь, волос растёт очень медленно. И чтобы, понимаешь, не терять время, я решила проконсультироваться к косметологу насчёт второго подбородка. А то он мне уже мешает ходить. Коля, у них здесь на стене висит такой шкафчик. Платишь 300 рублей, засовываешь лицо, и пошёл отсос. Нет, отсасыватель у них не японский. Японский нашим подбородком всё время давился. И они туда поставили двигатель от бомбардировщика. Оля, ты не представляешь. При мне одна женщина хотела схитрить. Заплатила как за лицо, а сама туда сунула. Оля, ну что ну? Вот это ну и просунула. Как оно у неё туда только влезло. Оля, у неё отсосало всё, что ниже ушей. Когда она оттуда выползла, от зубов до колен сплошная талия. Фигура, как у головастик, такой злобный головастик, порвал им все шторы. Ладно, я тебе потом перезвоню. Алло, Евгения Петровна, вы, да? Хорошо дозвонилась, ага. Бегите в салон, бегите. Евгения Петровна, здесь открылся кабинет. Они здесь прокалывают уши. По китайской технологии, представляете? Да что вы нигде не делаете, как они здесь? А, сейчас узнаю. Девушка, как вы прокалываете уши? Одним ударом оба. Напрямую через голову. Алло, Евгения Петровна, сидите дома. Алло. Коля, это я. Колька, ты помнишь? Ты меня попрекал за то, что у меня кривые ноги. Ой, Коль, все в прошлом, мне все выровняли. Правда, старушка, которая ровняет, у нее что-то с головой. Коль, она мне ножки поставила. Коль, ты когда-нибудь кузнечка видел? Нет, Коль, ножки у меня не зелененькие. Они коленками назад. Ой, ну я заметила уже, когда вышла. Потому что, когда я подошла к остановке автобуса, на остановке остался только автобус. А весь народ на дереве. Коля, я хотела остановить такси, их остановил штук двадцать. Но в них уже никого не было. Коля, я побежала обратно ровнять себе ноги. Алло, Оля, Оля, это я. Что? У меня странный голос. Оля, это потому что меня засосалось. Подбородок нет, живота нет, денег нет. Алло, Евгений Петрович. Вы, да, ой, хорошо. Евгений Петрович, ну бегите же в салон, бегите. Они здесь удлиняют ноги. А? По тибетской медицине. Представляете, никогда не слыхала. Вот никогда не слыхала. Да, да, а, сейчас узнаю. Девушка, а как вы удлиняете ноги? Ну, гипнозом или тисками? Только травы? И что, от ваших трав растут все кости сразу? Прям все кости растут, да? О, тихо, все. Евгения Петровна, сидите дома. Я говорю, сидите, потому что от этих трав растут все кости сразу. Представляете? Через неделю руки у вас будут метр двадцать, ноги два сорок, а зубы трешися. Айва! Коля! Коля! Директор салона красоты увидел мои ноги и повесился. Потому что они как у кузнечика. Я тебе говорила, но я тебе не говорила, что они как у больного кузнечика. Сгибаются только в стороны, на низу. Алло, не бег, глянь. Ну ты глянь, она все дома сидит, а? Я ей сколько денег прозвонила, она все сидит дома. Ну бегите в салон же. Они же здесь борются с полнотой, вам же так надо, господи. Вы же в ванну ни одну не влезаете. А? Да недорого, недорого. 300 рублей платите, одеваете тулуп, противогаз и валенки. И бегаете по залу. Чего? Сейчас узнаю. Девушка, а долго надо бегать-то? А? Пока не надоест? Алло, Евгения Петровна, сидите дома. Потому что бегать нужно, пока не надоест собакам. Которых они пускают за вами по залу. Евгения Петровна, вы помните фильм «Молчание баранов», а? Так вот это про вас, Евгения Петровна, про вас. Я вам сказала. «Молчание баранов» «Молчание бар Silva», «Молчание баранов».